Валентина Васильевна Тушить пытались, собралось народу очень много, но это было бесполезно. В огне сгорело все имущество – деньги, документы и домашний скот, свиньи, кролики и куры, а также вещи, которые купили перед рождением младшей внучки. Дом был щитовой большой, 11 на 7. Вот только остались кирпичи. Кирпичи уже от ветра сами расшатываются и уже падают. У сына там все было. И родила бы жена, все было. И кроватики, и постели, и одежда была. Сноха родила 10 августа. Пришлось все заново закупать. Валентина Васильевна всю жизнь прожила в Стандрове. 32 года проработала дояркой в колхозе. Говорит, никогда бы не уехала из родного села, если бы не допущенная соседам халатность. Света не было у него. Все знали. И соцзащита знала. Говорила ему, чтобы сделать, сделать. Никак он не делал свет. Электрики тоже заставали сколько раз. И люди проходили. Искры летели как чуть. Старший внук Владимир в это время был в армии. Он вернулся через полтора месяца после пожара. И уже не в свой дом в Стандрове, а в съемное жилье в Тенгушеве. Сейчас он ищет работу, чтобы помогать бабушке и брату, которые являются инвалидами по зрению. Я думаю, сейчас соберу документы и пойду по контракту в Саров. Денис и Владимир – сирот. И с детства их воспитывает бабушка. По закону им обоим положено льготное жилье. Но предоставит его в порядке очереди. А так как из федерального бюджета для Тенгушевского района выделяют средства для строительства только одной квартиры в год. Ждать своей очереди братьям Коновым придется несколько лет. Сын Сергей тоже ждет субсидии на строительство, выделяемой молодым семьям. Внук Владимир находится на очереди под номером 5. Денис Владимирович, он находится под номером 9. То есть будет предоставлено жилье в порядке очереди. Валентина Васильевна благодарит всех, кто откликнулся на ее беду и оказал посильную помощь. Жители сел Стандрово и Кураево, Управление социальной защиты, Госсобрание республики, районную администрацию, Общество слепых и Фонд милосердия. Но собранных средств хватило лишь на покупку сгоревших вещей и одежды для внуков. Вся надежда на то, чтобы хотя бы семье сына поскорее выделили субсидию на строительство дома. Первым делом сейчас теперь надо Сергею помочь, чтобы субсидиями, чтобы строиться на 19-й год. А домик 4,5 на 4,5 там только. Там ни газа, ни печки теперь. Там обливатели только у них. А двое детей. Одному вот пять лет будет в ноябре, а одному только вот два месяца. Районные власти обещают помочь семье инвалидов, если будут выделены средства из федерального бюджета. Людмила Чекал, Игорь Гангаев. Наши новости из Тенгушева.